Когда мы видим средневековый замок Европе, возникает справедливый вопрос, а почему не строили замки на Руси? Ведь это была идеальная проекция силы на регион, его невозможно сжечь, а для разрушения потребуется артиллерия. Слегка изучив этот вопрос, я услышал много мнений. Одни считают, что не было технологии камней обработки, другие, что замки не нужны были стратегически, а есть еще третье, пятое и десятое мнение. Ну а давайте разберемся в этом окончательно. После крушения Римской империи, Европа погрузилась в темные века. Вся власть перешла в руки феодалов, владения крупных феодалов были похожи на самостоятельные государства. И чтобы закрепить свою власть, каждый уважающий себя феодал строил замок, а вокруг него располагалась деревня. Жители платили ему налоги, а в случае угрозы прятались в замке. Вот такая вин-вин система получалась. Но не стоит думать, что у каждого феодала был каменный замок. Как правило, почти все замки были маленькими и деревянными. Большие и каменные могли позволить себе единицы. Такие властные феодалы имели много вольностей, могли чеканить собственные монеты, иметь личную армию, вершить суд и принимать иные решения без участия короля. Но на Руси все было иначе. Во-первых, вместо феодализма функционировало лествичное право, то есть трон наследовал не сын, а брат умершего, то есть дядя. Поэтому князья нередко меняли место жительства, и у них не было стимула вкладываться в дорогостоящие и длительные строительства каменных замков. Во-вторых, Русь славилась своими городами. Эта Европа состояла из тысячи фортифицированных деревень, с замком посередине или на холме. А на Руси город обносился деревянным частоколом и сам по себе являлся замком. И не важно, что ограда деревянная, без осадных машин наподобие требушета, деревянная стена не уступает каменной. Позже русские начнут строить детинец, это цитадель древнерусского города. Сегодня мы называем это Кремль. К детинцу примыкало поселение, которое называлось Окольный Град, если имело внешние укрепления, а если нет, то посад. Функционально детинец часто соответствовал городским замкам Западной Европы, то есть был цитаделью, последним оплотом обороны. Тем не менее, уже к началу 15 века в России множество крепостей возведены из камня. Так почему камень вытеснил дерево? Ведь каменное строительство безумно дорогое и очень сложное. Камень нужно добыть, привезти, а потом найти тех, кто его обработает и уложит. До изобретения огнестрельных орудий и стенобитных машин камень популярностью не пользовался. Ведь дерево прекрасно справлялось со всеми угрозами. Тем более дерево пруд пруди, в отличие от камня. Все меняется в конце 10 века, когда великий князь Владимир принимает христианство. Чтобы увековечить себя и новую веру, он строит каменную церковь из плинфы, квадратного кирпича по византийской технологии. На строительство церкви и содержание князь отдает десятую часть от всех своих доходов. В историю эта церковь вошла под названием Десятинная. Она очень впечатлива киевлян. В те времена это было все равно, что увидеть небоскреб. Нечто немыслимое, огромное, поражающее воображение. Так плинфа вошла в нашу жизнь и стала основным строительным материалом всех каменных зданий до конца 12 века. Время идет, города богатеют, развивается торговля, монголы еще не объявились, князья, как обычно, меряются силами. Для демонстрации своего успеха, значимости и богатства строится один храм богаче другого. Кроме религиозного и презентационного аспектов, у храмов и монастырей была и другая важная функция. Они были оборонительными сооружениями, за стенами которых находило защиту местное население. Именно поэтому храмы и монастыри того времени больше всего походили на мощные крепости. Высокие стены, узкие окна и крепкие ворота. Да, они спасали не всегда. Иногда люди гибли в пожаре. Но тем не менее, ни раз и ни два церкви выдерживали тяжелейшие осады, срывая планы врагов. Больше всех в каменном строительстве преуспел Великий Новгород. Здесь боярские роды и богатые горожане взяли власть в свои руки. Они возвели различные каменные постройки, чтобы показать коммерческий успех. Типа, смотрите на нас, на наш Великий Новгород. Мы центр торговли всей Руси. На сегодняшний день в городе сохранилось 37 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Больше только в Риме. Да и то ненамного. В 13 веке наступили темные века. Татары-монголы под предводительством хана Батея смерчем прошлись по русским городам. Каменное строительство замерло почти на столетие. Зодчие были убиты, взяты в плен или бежали. Архитектурное искусство на этих землях было утеряно и забыто. За первые 50 лет татаро-монгольского ига на Восточную и Южную Русь Орда совершала походы почти каждый год. Лишь с появлением огнестрельного оружия и упадком Золотой Орды русским удается дать отпор татаро-монголам. Одномоментно с этим началось возвышение Москвы. Из кирпича возводится Успенский собор, стены Московского Кремля. И, наконец, период монгольского ига подошел к концу. Отныне Россия – это централизованное государство. А значит, ей нужно пристально охранять свою периферию. Москва начинает строить каменные крепости на границе государства, в частности со стороны Европы, поскольку именно оттуда идет новая угроза. В одно столетие появляется новгородский детинец, Печорская крепость, Карела и Орешек. С появлением Кронштадта, а тем более с завоеванием Финляндии, крепость утратила военное значение, и до революции здесь была тюрьма. Однако во Второй мировой войне древняя русская крепость вновь сыграла важнейшую роль в защите родной земли, не позволяя врагу перерезать дорогу жизни. На восточном направлении для охраны шелкового пути от кочевников были построены множество крепостей, которые в итоге стали городами, начиная с Петропавловска в современном Казахстане и заканчивая Бийском в России. Нет смысла перечислять все крепости, построенные Россией. За всю историю их было не меньше сотни, а это видео не про хронологию постройки крепостей. Думаю, ответ на вопрос, почему на Руси не было замков, исчерпан. Роль замка выполнял город, обнесенный стеной. Так что строительство замка на европейский манер не имело смысла. Позже роль европейского замка возьмут на себя каменные монастыри и церкви, пока в конце концов из-за популяризации артиллерии не начнут строить массивные крепости.